новую ошеломляющую победу принесла округу творческая студия чудо ручки сегодня в гостях у нас ее участницы анастасия боярская екатерина костюк девчонки здравствуйте поздравляю вас победы расскажите что был за конкурс где проходил когда и что нужно было сделать участницам ну этот конкурс он достаточно большой всероссийский они позиционируют себя как главное событие в индустрии рукоделия творчества и хобби для того чтобы поучаствовать нужно было заполнить заявку там было очень много номинаций вообще в конкурсе много номинаций лучшие интернет проекты объединение вот мы участвовали и еще разные мастера могли участвовать мастера скрабукинга вышивки вязание дизайнеры модельеры там были показывают своих нарядов тоже были конкурс назывался золотая пуговица золотая пуговица вот я подавала заявку от себя как мастер по скрабукингу но там не набралось количество участников почему-то и мы уже участвовали как мастер декоративно-прикладного искусства вот а еще подавала заявку от нашей творческой студии но заявки нужно было рассказать концепцию в принципе нашей студии рассказать наши цели задачи вообще что мы делаем все ну все что все наше деятельность всю деятельность показать нужно было приложить много фотографий но в принципе у нас нету в них недостатка потому что мы во многих мероприятиях участвуем также еще одна отдельно графа была показать наши грамоты тоже грамот нас достаточно много они представлены в нашей группе вот их ее тоже прикрепляла и вот сам конкурс проходил в два этапа первое это было народное голосование за нас очень много голосовало людей из нашего города мы очень благодарны вот а второй этап это было экспертное совещание экспертной комиссии вот и потом по итогам вот этих вот двух этапов нам нужно назначали места ну мы конечно переживали но уверили что в наш день рождения мы должны для участия заявки еще надо было видеоролик снять вот мы нам в этом помог смонтировать ролик помог сергей ладыкин за что ему огромное спасибо конечно вот и в ролике мы представили как раз таки деятельность это был монтаж с мероприятий которые мы проводим как организаторы конкурса пояснили что они больше именно уклон сделали что нужно видео нежели фото презентация до фотографии так были приложены говорят что из видео будет понятно что вы за люди говорится вот и ну все равно картинка видео она лучше воспринимается человеком да нежели просто по фотографиям там все-таки и голос и поведение людей она настраивает если это положительные люди то соответственно и настраивать на положительный лад вот поэтому мы конечно же приложили усилия и вот видеоролик отправили посмотрели как нам потом организаторы сказали что наша студия вызвала такой ажиотаж и бурное общение обсуждение вот по народному голосованию первое место у нас мы заняли а вот экспертный совет нам второе место дал но в сумме средняя вышла все-таки первое место сколько было участников участников по нашей номинации я точно не помню то же не помню в итоге они сначала выбирали пять мест на листом до финалисты и потом из пяти награждали уже три места ожидали но мы ожидали потому что это же видно это все открыто было они размещали итоги голосования да у нас там первое место было показано было отслежно и итоги экспертного совета второе место соответственно как бы ну один плюс два и разделить соответственно у нас должно быть первое место вот и а вот номинации то у них много не 10 номинаций вообще было сколько участников вот к сожалению даже вот информация давайте о самом приятном поговорим что подарили да я вижу что не спустими руками пришли принесли свои награды или медаль вот как видите золотая пуговица очень красивая вот хочу внести им предложение чтобы они все-таки медальку то сделали в виде пуговицы да будет очень логично и красиво оригинально вот диплом естественно победителя нам также предоставят статью в журнале формула рукоделия это в этом журнале надо сказать что очень популярный даже журнал но среди рукодельных да он выходит по всей россии печатает нас там будет статья нашей студии это здорово очень классный приз все-таки в россии тоже узнают что на ринамаре в неиском округе есть такая студия рукодельниц и нам тоже дали еще три пригласительных на осенний фестиваль рукоделия вообще конкурс он проходил в рамках фестиваля формула рукоделия который проходит ежегодно в москве два раза в год два раза в год в течение четырех дней то есть это вообще огромный да огромная площадка очень много мастеров представляется и вход туда платный нам дали три пригласительных на студию там вообще два огромных павильона это в принципе большое здание и в этих павильонах очень много вот точек там представлены магазины рукоделия то есть такие большие там типа леонардо которые все знают еще другие и и маленькие разные очень много по любым направлениям просто можно было найти для себя вот и и мастера как будете распределять у вас выбор конечно давно 13 человек студии я думаю что мы этот вопрос обоюдно решим и проблем у нас даже не будет каждый бы хотел туда попасть до попасть то конечно каждый хочет но даже возможность еще и финансово то долететь надо за свой счет да на самом деле нам ничто не мешает туда все вместе сесть просто вопрос-то финансовый то есть ну покупаешь билеты и едешь пригласительные там стоит 300 рублей вход на эту ярмарку да поэтому это тоже по сути небоснословная сумма вот съездить мы можем все а в итоге как получится это мы уже посмотрим и с девочками на нашем совете решим а так вот площадка конечно очень здоровская очень много всего представлено посмотрите есть на что и да и показать меня очень радует тот момент что по большому счету все что там было представлено но у нас есть но за нового мы почти ничего не увидели да да и и удивило что не было представлено изделие скраббукинга скраба не было и появилась такая мысль вот сказать мы тоже обсуждали тот момент что было бы здорово конечно приехать туда и на все четыре дня представить там свою площадку рукодель с мастер-классами с выставкой изделий наших и на немецкую тематику да конечно обязательно и ну и другие тоже изделия представить на другой на другие тематики это было бы очень здорово конечно и народу было бы понятно да они прошлись по площадкам посмотрели ага чудо ручки увидели все наши изделия то есть уже понимают кто мы и что мы это но это такие планы на будущее даже сказала это было бы здорово насти давай нашим телезрителям поясним ты у нас не просто участница ты руководитель этой студии и создатель расскажи как все начиналось возникла такая идея да это такие моменты очень положительные и как-то даже 3 трепетные началось это все пять лет назад по сути в тринадцатом году в декабре тринадцатого года вообще в трансом году я решила заняться рукоделем вязать а вот я и раньше пыталась научиться вязать мама меня учила но как-то вот в душе не легло никак не могла это освоить хотя брат у меня кстати чуть-чуть вязал и у него получалось очень здорово вот но в тот момент я не приобрела любви к данному занятию и в тринадцатом году когда родился сын второй я решила ему пинеточки связать и вот с пинеточек то все и началось хорошо стало получаться мои друзья меня поддерживали подкинули идею создать группу в контакте показывать изделия свои вот я их послушалась группу создала и в итоге потом появилась мысль что а что если девочек других рукодельниц округа тоже пригласить в эту группу и вместе как раз ее и развивать потому что вместе то это и проще веселее интереснее и идеи у людей есть до другие вот и таким образом в группу стали добавляться девочки где-то я сама искала кати вот но у меня получилось нет у меня получилось так что я увидела группу что вот есть там есть девочки какие-то и они выкладывали свои работы а я перед этим тоже сделала несколько открыток меня тоже поддержал очень муж он даже ходил в цветочный магазин договаривался про реализацию сам потому что я как-то вот боялась пока продавать вот а потом я тоже создала страницу просто и стала показывать свои работы вот и я добавилась в группу и молча добавилась к настю друзья да да и настя мне написала пригласила меня ну что в группу как мастер и вот так вот таким методом стала группа то расти участниц рукодельниц стала больше прибавляться тем более что когда ты занимаешься рукоделием ты все равно волей-неволей складывается так что ты эти люди к тебе подтягиваются тоже который занимается творчеством и вот одна мастерица пришла она знает другого мастера и вот так хоп-хоп и сейчас у нас на данный момент уже 13 человек а в четырнадцатом году мы решили как раз таки зарегистрировать некоммерческую организацию цель была основная это то чтобы наши мастер-классы проходили бесплатно для населения потому что материалы дорогие мы даем современные виды рукоделия и материал это не дешевые чтобы наше население могли попробовать посмотреть прийти поучаствовать мы решили что нам подсказали в молодежном центре кстати подсказали что можно участвовать в конкурсе грантов но необходимо зарегистрироваться мы собрали все свои силы вместе над уставом работали написали устав подали документы вот зарегистрировались и были мы зарегистрированы 17 февраля четырнадцатого года 2014 ну сначала эта дата как-то прошла мимо единственное что мы заметили что это день спонтанного проявления доброты да потому спустя какое-то время мне тут у подруга говорит настя а ведь день спонтанного проявления доброты так раз 17 февраля в тот день когда вы зарегистрированы и вот я не знаю это какой-то наверно божий знак так удачно получилось и специально настя ну ты же еще у нас обладатель звания лучший доброволец россии в 2016 году я участвовала конкурсе всероссийский конкурс доброволец россии на этот конкурс был представлен наш проект совместный с девочками он назывался талант в каждом конкурс участников конкурсе было много были определены три три финалиста и уже итоги конкурса были представлены на форуме добровольцев россии вот мы заняли первое место в номинации социальное волонтерство помощь детям ну там был проект представлен смысл проекта заключался в том что мы проводили мастер-классы тоже по всем видам рукоделия которые мы представляем студии для населения и был у нас конкурс дети рисовали рисунки вымышленного героя и мы по этим рисункам у победителей шили игрушки шили и вязали девочками вручали потом победителям вот этот конкурс вот этот проект нашел одобрение высокую оценку студии экспертность у экспертного совета и наша победа нам до нам досталось в 2015 году на этом же конкурсе мы тоже участвовали там студии представляла екатерина тарасова мастер и учредитель чудо ручек она представляла конкурс по ступеням творчества проект это был наш первый проект и вот тоже он так хорошо был оценен он вышел финал проекта в номинации лучший проект сфере культуры нас расскажи еще каких-нибудь интересных проектов на твой взгляд вас же на счету очень много ну да вот на данный момент мы закончили в декабре семнадцатого года закончили проект эколог природа добра мы там проводили в статистическом доме интернат мастер-классы и облагораживание территории мы у них сделали летом мы высадили там клумбу привлекали волонтеров нам помогли мужья у нас помогают всегда у всех девочек студии и один из супругов помог сделать и домики из дерева и там такая дизайнерский такая идея была очень красиво получилось и руководству и подопечным по статистику дом интернат понравилось и они очень хорошо о нем отозвались попросили дальше продолжать в том же доме в рамках этого проекта мы проводили конкурс видеороликов тоже в нем участвовало много жителей нашего округа и как отдельные люди так и коллективы классы там целый прям вот ну это были видеоролики такой экологической направленности тема была экология для меня это ну и каждый рассказывал что он представляет настя что в планах у вас как что хотите еще реализовать какие проекты идею если вас ну план у нас большие мы все никак не отпускаем мысль об открытии студии все-таки на постоянной основе не от проекта к проекту да чтобы каждый день можно было к нам прийти позаниматься посмотреть наши изделия пока это все в голове пока мы это реализовать к сожалению не можем но есть некоторые причины которые решить можно это все реально сделать планы у нас еще поучаствовать принять участие в президентских грантах мы хотим там реализовать проект на то чтобы проводить мастер-классы летом и на открытой территории не в помещении то есть ну вот гуляют родители с детишками на улице и вот как вариант проводить мастер-классы на улице но естественно для этого нужно нам закрытое помещение то есть это либо палатка будет либо какой-то павильончик мобильный перемещаемый вот это вот планируем сделать настя а вот кроме каких-то благотворительных проектов чем вы еще занимаетесь да чем занимается ваша студия мастер-классы для то есть каждый может желающий прийти к вам научиться чему-то и как часто это у вас происходит вот расскажите поэтому вот на данный момент это происходит все-таки в рамках проектов то есть проект мы пишем и составляем план мероприятий зачастую это происходит в основном два мастер-класса в месяц но сейчас мы больше все-таки нацелены именно на проведение мастер-классов выходных когда мы сами приходим к людям это пустозерский дом интернат окружной топ диспансер это коррекционная школа именно к ним приходим сами а мастер-классы для населения мы проводим и в таком свободном режиме просто по спонтанному желанию ну захотелось провести мастер-класс мастер его проводит ну и в рамках проекта диапазон от вашего творчества он просто огромный до скрабукинга там до мыла варенье от расскажите чем еще занимается ваша рукодельница но у нас есть мало варенье девочки шьют кукол у нас несколько мастеров скрабукинга вот чем я занимаюсь у нас есть вязание сейчас у нас есть украшение из эпоксидной смолы в общем катя делает такие украшения она заливает специальной смолой прозрачной живые растения цветы и и национальная она делает мух грибы вот ну это надо конечно посмотреть да это очень необычно здорово и эта возможность сохранить вот ну что-то я частичку вот может быть какой-нибудь там цветок который привезла с отпуска например ну как то вот так вот потом у нас есть вязание что свет дизайн дизайн бисер и вот это украшение да я начала говорить это бисерные украшения это сейчас девочки делают вышитые броши вот недавно к нам новые мастера пришли это ну наверное уже не так недавно даже наверное год это украшение из фетра детские повязочки и квилинг это скручивание из полосок бумаги да из бумаги а есть такое чему еще хотите научиться новые новые кажется у нас каждая девочка чему-то постоянно учится сейчас и гончарное искусство вот изучала екатерина тарасова да девочек и гончарова созвучно подходящий совпадение но у нас вообще совпадение наша деятельность сопровождается все какими-то совпадениями удачными вот даже относительно 17 февраля да день спонтанного управления доброты мы в этот день создали беседу рукодельниц вот буквально на днях мы с катей обратили на это внимание что именно 17 февраля 15 14 году мы создали беседу где объединили всех рукодельниц вот 17 февраля 15 у нас зарегистрирована организация и в 17 февраля 2018 года мы стали победителями в конкурсе да то есть результаты объявлялись и в нас до 17 награждение было в какой-то степени это кстати было толчком съездить туда потому что мы билеты покупали за свой счет до финансирования у нас здесь дополнительного не было и как-то вот эти моменты что 17 февраля день спонтанного проявления доброты что мы зарегистрированы в этот день и награждение еще и победили в конкурсе это было большим толчком все-таки принять решение туда ехать ну вот мы вдвоем съездили получили массу удовольствие и вдохновение на самом мероприятии вот как проходило мероприятие было интересным собирались и участники конкурса финалисты победители но кто-то к сожалению смог приехать до ввиду отдаленности может регионов и также были люди которые приходили на саму формулу рукоделия они тоже могли посмотреть на конкурс как ну что происходит там был показ моделей новых коллекций очень красивые валяние было до до представлено кофточки с юбками то есть в этом конкурсе помимо вот наших номинаций был конкурс среди модельеров им давали как бы спонсорскую спонсорскую ткань да и они могли вот из этой ткани создать свои какие-то образы провели потом показ и как сказать руководители вот этой вот фирмы ткани они выбирали победителя и награждали прям там на сцене тоже здорово очень красиво вдохновляет и это нужно ну может не такого высокого уровня но высокого качества провести в наремаре было бы здорово конечно у нас родились много мы не одни как говорится да вот и я думаю что это была бы красивая большая площадка у нас в локове как ты считаешь настя учиться вот творчеству с детства стоит или все-таки можно и в зрелом возрасте научиться вот чему-то ну границ возраста для творчества конечно же нет ни в коем случае учиться прививать детям надо обязательно во первых это развитие моторики во вторых ну и мне кажется сейчас уже и каждый родитель об этом знает это везде на слуху а вот заниматься так в первую очередь еще должна быть конечно же желание то есть должна душа лежать к этому если ты не хочешь да заставляет к сожалению из этого ничего не получится но это даже в любом деле так происходит да но пытаться привить детям это надо а дальше уже как жизнь разложит как уже получится вот повторюсь да меня обучали но я не притеплилась а сейчас удовольствием с огромным желанием часто вот к вам обращаются жительница округа там хотели бы научиться не поможете есть такие пишут контакты но научиться в смысле ну чему-то вот хочу там мыло варенье или скрабуки да конечно и по сути мыло варенье тоже допустим пишут и и мне пишут иногда тоже если хотят просто какое-то изделие то мы проводим мастер-классы то есть кто-то хочет просто научиться делать переплет это достаточно сложно сделать по фотографиям например из интернета и мы проводим да настя ну вот хорошо сейчас рукоделие очень модно но возрождается да а не было желание создать не знаю какую-то вот женскую школу рукоделие ли курсы и вот включить вот несколько разных разных видов творчества туда а у нас был даже проект подобного направления он называется мама актив его руководителем проекта у нас была людмила деревянка проект кстати победил в конкурсе в проектов и программ сфере волонтерской деятельности людмила брала в команду мастеров мастера евгения цвет дизайн и ольга суровцева была мыловаренье и они реализовали проект в чем он заключался мамочки точнее будущие мамы девушки находящиеся в интересном положении мы приглашали их на мастер-классы и они учились делать бант на выписку потом набор для мамы косметически это мыло натурально да натуральная косметика именно по уходу за телом мамы и был фотоальбом да как дневник для записи ребенке и в то же время там фотографии так что некая школа как раз таки рукоделие для мам для женщин вот она была реализована в этом проекта но на постоянной основе это вот тоже одни из планов в будущее сделать таки вы мне вообще вызвать искренне восхищение как нырно у мужчин у наших окружных и не только кстати скоро 23 февраля я думаю приятно нашим мужчинам будет от вас услышать поздравления что пожелаете да с удовольствием пожелаю нашим мужчинам чтобы в первую очередь конечно быть семье быть рядышком дома чтобы никогда не возникало такой ситуации когда мужчине придется уйти и защищать свою родину чтобы не было войн здоровья любите женщин пусть женщины ухаживают за вами пусть ваша половинка будет внимательна и добра к вам я тоже пожелала бы ну семейного такого счастья пожелала бы наверное и поддержки взаимной ну например просто это очень важно в моей семье и хотя хотелось бы чтобы это было в каждой семье чтобы как жена поддерживала так и и в обратную сторону тоже да все вот такие начинания как у нас настика спасибо вам большое вам новых творческих побед новых идей вдохновений новых участников клуба это была программа актуальное интервью напомню что у нас сегодня в гостях были участницы клуба чудо ручки анастасия боярская и екатерина костюк до новых встреч